МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа новостей Сургут-24. В студии работает Дмитрий Ковковец. И вот несколько тем этого выпуска. Устранение дефектов. В Сургуте на проспекте Ленина начали ремонтировать дорогу и кольцевую развязку у памятника основателям города. Лучше, чем в прошлом году, в департаменте образования рассказали, как выпускники девятых классов справляются с итоговой аттестацией. И 19 команд, более 160 участников. В Нефтьюганском районе завершился 20-й юбилейный кубок губернатора Югры по гребле на областях. Муниципалитеты Югры получат 610 миллионов рублей на ремонт дорог. Окружные власти выделят средства для восстановления асфальта на магистралях местного значения. Об этом на заседании правительства региона сообщила губернатор Наталья Комарова. Сейчас, по словам главы ХМАО, разрабатывается пакет документов, необходимых для распределения финансов. Правительство Югры, отметил губернатор, примет соответствующее решение о направлении дотации муниципалитетам в ближайшее время. В Сургуте начали ремонтировать дорогу на кольцевой развязке у памятника основателям города. Полотно было серьезно изношено за годы эксплуатации. Помимо колейности, образовались ямы. Все это негативно влияло на безопасность движения. Бригада Североавтодора вышла на объект накануне около 9 вечера. Срезали часть покрытия на участке перед развязкой и почти всю внутреннюю часть кольца. На это потребовалось около 4 часов работы. Асфальтирование начнется ближе к концу недели, рассказал журналистам СРГУ-24 заместитель директора по производству третьего филиала компании Североавтодор Роман Бульбинский. На кольце Ленина 36-37 выполнены работы по фрезерованию изношенного асфальто-бетонного покрытия. В рамках контракта по ликвидации колейности данные участки будут заасфальтированы. Ну и в принципе, согласно контракту, работ больше никаких на этом участке не производим. Асфальтирование нового полотна где-то будет в конце недели. То есть это где-то пятница, суббота. В этом году в Саргуте на борьбу с колейностью из бюджета города направлена рекордная сумма почти 200 миллионов рублей. Власти муниципалитета заявляли, что по итогам кампании избавятся от всех дефектов в городе, по которым имеются предписания ГИБДД. На одном из заседаний городского штаба говорили, что это большая часть имеющихся проблемных участков на дорогах муниципалитета. В Североавтодоре рассказали, что уже справились с колейностью на Ивана Захарова Иосифа Каролинского, университетской, ведутся работы по асфальтированию кольцевой развязки у торгового центра «Фараон». В ближайших планах подрядчика после сдачи отремонтированных фрагментов на Ленина выйти на одну из самых протяженных улиц Сургута – Аэрофлотская. Завершить всю кампанию планируют до конца июля. Департамент строительства Югры объявил два конкурса на завершение проблемных домов. Общая сумма, которую готовы потратить – полтора миллиарда рублей. Чуть меньше половины средств уйдет на окончание возведения высотки под номером 53 в 16-м А микрорайоне Нефтьюганска. Почти 800 миллионов рублей требуется на достройку 6-го дома в ЖК «Уютный», что на улице Крылова в Сургуте. Заказчиком является Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства Югры. Подрядчик к середине осени должен выполнить усиление конструкции, их ремонт, если он необходим, и приступить к монтажу каркаса выше 6-го уровня. Все работы обязаны завершиться до конца октября 2023-го. По проекту высотка будет одноподъездной, 23-этажной свечкой, и в ней запланированы 217 квартир. Добавлю, что срок завершения подачи заявок, стекая 12 июля, после этого станет известно, состоялся ли конкурс и кто закончит проблемные объекты. На 58,5% вырос рынок ипотечных кредитов в июне относительно мая. Общий объем выданных россиянам жилищных займов составил чуть более 198 млрд. рублей. Данное бюро кредитных историй Equifax опубликовало РБК. Также эксперты посчитали, что за первый месяц лета банки заключили почти 51 тысячу договоров по ипотеке. Тем не менее, аналитики отмечают, что о полном восстановлении рынка говорить пока не приходится. Сейчас стимулирует население брать жилищные кредиты, льготные программы и снижение ставок по ипотеке. Сказалось и ослабление требований финансовых организаций к заемщикам. Руководитель бюро Equifax Олег Лагуткин рассказал РБК, что есть предпосылки для возврата рынка ипотечного кредитования к уровням, близким к февралью этого года. Однако ожидать, что статистика 2022 сравняется с уровнем выдачи жилищных займов 2021, по мнению аналитика, не стоит. Цитирую, значимым фактором роста рынка, кроме ставки, является рост реальных доходов населения. Они сейчас находятся под давлением высокой инфляции. Конец цитаты. Основная волна сдачи ЕГЭ в Саргуте завершена. Выпускники получили эти статы, узнали результаты и готовятся к поступлению в ВУЗы. Вместе с тем, до 9 июля девятиклассники продолжают писать ГИА. Сейчас идет резервный период, предназначенный для тех ребят, которые по уважительной причине не смогли сдать экзамены, установленные правилами срок. Всего государственную итоговую аттестацию в нашем городе проходят почти 5000 школьников. Оценки по основным предметам они уже получили. Если сравнить с прошлым годом, я скажу об этом чуть позже, они действительно лучше, чем в прошлый год. Поэтому в данном случае хотела бы отметить, что процент детей, справившихся на 4,5 по русскому языку, выпускники 9 классов 79%, это высокий показатель, 3763 выпускника, по литературе 77%. Заметно лучше школьники написали и экзамен по математике. 39% девятиклассников получили хорошо и отлично. Это наполовину выше показателей прошлого года. В 4 раза сократилось число неудовлетворительных результатов. Те, кто не справился с испытаниями в первый раз, смогут пересдать в сентябре после летних подготовительных курсов. Всего таких ребят 77. С отличием, в этом году 9 классов закончили 160 юношей и девушек. Это достаточно серьезный результат, 160 выпускников. Поэтому надеемся, что они продолжат обучение в профильных классах. И уже есть у нас претенденты к 11 классу. Как раз они доучатся и получат наверняка аттестаты с отличием. Поле не только для профессионалов. В Сургуте продолжается летний чемпионат по футболу 7 на 7 или, как называют это события организаторы, Лига дворового футбола. Это возможность для любителей поучаствовать в настоящих турнирах и проявить себя. В минувшие выходные на поле встречались 17 команд. Погода не очень благоволела футболистам, однако это не помешало спортсменам порадовать болельщиков хорошей игрой. Несмотря на то, что поле находится в тяжелом состоянии для игры, прошел дождь, вот лужа еще есть. Ребята полны самоотдачи, бьются, как бы не уходят от борьбы. Всего в летних матчах примут участие 29 команд-любителей. В этом году Лига собрала спортивные коллективы не только из Сургута. Борются за победу и участники Сургутского района, а также Нефтьюганска и Нижневартовска, что сделало мероприятие не просто городским, а открытым чемпионатом. Тем, кто уже отыграл первые матчи, предстоит встретиться с другими соперниками, которых определит турнирная сетка. Победители станут известны в августе по результатам всех игр. Участвует большое количество команд. На сегодня это 29 команд. Мы немножко переформатировали сам турнир, чтобы было интереснее поиграть. И, соответственно, большинство команд, чтобы друг с другом встретились. В Югре завершился 20-й юбилейный Кубок губернатора по гребле на областях. Соревнования проходили в Нефтьюганском районе. Участвовали в турнире 19 команд. Это более 160 атлетов. Попробовали себя в гонках на областях и гости из Замбии и Сербии. Традиционно в состязаниях коренных народов отличился Сургутский район. Сборная муниципалитета по итогам двух дней одержала победу в общем зачете в личном заплыве. Сильнее были представители КМНС из Сургута. Степанида Покачева и Диана Молтанова пришли вторыми. Гонки на областях занимают особое место в жизни югорчан. И это такая очень важная составляющая. То, что мы научились с вами делать в память, в развитие того, что дают коренные народы нашего региона, Югре и нашей стране. Спортивная субкультура воркаут – спорт для каждого. И это не просто занятие на турниках. Чтобы достичь успеха и стать сильнее, необходимы воображение и творческий подход. В том, почему этот уличный вид спорта так популярен, разбиралась Татьяна Расторгуева. Стритворкаут – спортивно-молодежное движение по-другому уличные тренировки. Главное их преимущество – доступность. По сути, для занятий нужна только спортивная площадка с турником и брусьями. Я стал лидером движения стритворкаут в Сургуте, наверное, в году где-то в 17-м. То есть мы собрали молодежь, организовали открытие площадки, которая вот на Сайме была у нас, с Газпромом открыли ее. И дальше уже мы начали организовывать секции и внедрять в молодежь уже именно здоровый образ жизни и познание, знание именно в турниках. То, что можно сконструировать свое тело с помощью простых базовых упражнений, турника, брусьев и никакого снаряжения больше и в принципе не нужно. У уличных тренировок фактически нет противопоказаний. Вы всегда можете построить занятие так, что оно будет максимально комфортным. Вам не нужно покупать дорогостоящее снаряжение, достаточно возможностей площадки, которую вы выбрали для упражнений. Ребята, которые занимаются стрит-воркаутом, отмечают, что заразителен и их личный пример. Текучка такая есть. То есть кто-то увидел на тренировке на улице, подошел, что-то, может быть, спросил. Тут же я им показываю, девушкам, парням. У кого-то остается желание, у кого-то пропадает после этого. Дарью Евдокову в стрит-воркаут привели стечение обстоятельств и люди. Девушка познакомилась с Кириллом Кудиновым. Другими спортсменами они стали для нее мотивацией. Почти сразу пригласили принять участие в соревнованиях. Конкуренция на тот момент была небольшая. Дарья продолжила тренировки и сегодня сама стала инструктором по стрит-воркауту у девушек. Нравится очень заниматься на турниках. И, в принципе, разные виды спорта меня привлекают. А так, по большому счету, наше тело безграничено в своих возможностях. Главное – тренироваться. Главное – хотеть, понимать, чего ты хочешь. И двигаться к этому, тогда все получится. Все доступно. Мое пожелание заключается только в том, что каждый должен заниматься тем, что ему нравится. Уличные тренировки можно проводить при любой погоде. Однако летом они, что естественно, гораздо приятнее. Главное, чтобы было где заниматься. Желательно, чтобы были и места для проведения соревнований, для стимула. Вообще, по состоянию на отчетную дату, на 1 января 2022 года в городе Сургуте около 900 спортивных объектов. Из них порядка где-то, наверное, 600 – это открытые плоскостные сооружения. Если убрать отсюда еще именно площадки многофункциональные, игровые, оставить только турниковые комплексы и воркауты, ну вот остается где-то порядка 400-450 объектов. Растяжка, гибкость, силовые тренировки. Ребята из движения «Стритворкаут» проводят сейчас занятия на свежем воздухе. Принять участие в них бесплатно может и новичок, чтобы понять, его ли это направление. Расписание тренировок можно найти в группе «Воркаут Сургут ВКонтакте». Там же – контакты инструкторов. Татьяна Расторгуева, Анна Новикова, Денис Зонов, Сургут-24. Это все, что мы успели рассказать к этому часу. Корреспонденты телеканала «Сургут-24» продолжают следить за развитием событий. Самая актуальная информация в удобное для вас время доступна в официальных аккаунтах в Телеграм, ВКонтакте и на нашем сайте www.indefisnews.ru. Впереди еще прогноз погоды после коммерческого блока. Я благодарю вас за внимание. До свидания. Скоро в Сургуте. Одно из крупнейших в России официальных представительств по доставке автомобилей из Америки «Автодеск». У нас можно заказать машину из США с выгодой до 50%. Заходите на сайт «Автодеск.про» и выбирайте свой будущий автомобиль. Новая семейная кафе «Пицца-фабрика» для отдыха всей семьи. Нефтьюганск, парковая 1, слева от ТЦ «Континент». Мы уже открыты. Паш! Маша, не сейчас! Паш! Маша, не сейчас! Паш! Маш, ну не сейчас! Маш, а интернета-то нет? Я тебе целый день об этом хотела сказать. А интернет от Телеплюс работает всегда. А еще Телеплюс – это умный дымофон, видеонаблюдение, интернет и телевидение в едином тарифе. Звони скорее, будем подключаться. Окружной паблик ВКонтакте ОМЕДИЯ ЮГРА. Каждый день новости, которые создаете вы. Реклама в паблике. 221-222. ОМЕДИЯ ЮГРА. Летняя распродажа рекламы на ЛАВ-Радио. Скидки на размещение роликов до 70%. Широкий охват аудитории. Мы вещаем в Сургуте, Нефтьюганске и обоих районах. Оперативность. Вашу рекламу услышат мгновенно. Узнайте подробности по телефону в Сургуте. 22-12-22. Отсоединяйтесь 1 июня по 31 августа 2022 года. Реклама на радио выгодно, эффективно, просто. Выбери радио. Авторадио. Энерджи. Дача. Русский хит. ЛАВ-Радио. Позвони. 221-222.